Ребята, всем привет и добро пожаловать ко мне на канал. Я сегодня хочу вам рассказать, как заработать и купить машину в Австралии. Насколько это тяжело или легко? Если вам эта тема интересна, оставайтесь со мной. Переехав в Австралию, я поняла, что без машины тут очень тяжело и никуда без нее не деться. И намного дешевле насобирать и купить на машину, чем тратиться на общественный транспорт. Тем более общественный транспорт ходит очень плохо, стоит дорого и абсолютно невыгоден. Поэтому машина для меня это стало средство номер один. Приехав сюда, я начала работать, зарабатывать деньги. От момента прихода идеи, что мне нужна машина, до момента самой покупки прошло 6 месяцев. То есть за 6 месяцев, работая, откладывая именно на машину, можно в Австралии заработать эту сумму. Даже можно было заработать ее за 3 месяца, за 2 месяца. Смотря как вы работаете, какая у вас зарплата, на что вы еще тратите остальную часть денег. Поговорили с механиком, я узнала, что с его точки зрения лучше всего брать Мазду либо Тойоту, потому что их потом легче всего ремонтировать. А так как я собиралась брать не новую машину, а бэушную, для меня это был фактор номер один. Он посоветовал, говорит, бери либо Мазду вторую, третью, либо Тойоту Короллой, либо Ярис. В итоге я таки купила Мазду третью. Хотя я очень хотела, Сузуки Свифт желтый. Когда я брала год назад машину, это было все намного дешевле. Но сейчас с этими всеми событиями, которые сейчас с нами всеми происходят, машины подорожали. Мазду я нашла спустя два месяца поисков за 6 тысяч долларов. 6,250. Мазда, автомат, Мазда Тройка, 2008 года. На тот момент у нее было всего 100 тысяч пробега. Мне очень крупно повезло. У нее было два владельца. Первый владелец ее продал, кажется, у нее было 90 тысяч километров. Но с 2008, по-моему, она была продана или в 2011, или в 2012. То есть за 3-4 года она свои 90 километров сделала. 90 тысяч километров. Ее потом продали. И хозяйка, как сказал мне ее муж, она жила на две страны. Очень часто уезжала, приезжала, и всего, получается, за 8-9 лет, да, другая уже, вторая хозяйка, сделала всего 10 тысяч километров на ней. Она говорит, она приедет, говорит, в основном вожу ее я. И Мазда 2008 года мне досталось всего 100 тысяч километров. Мне кажется, очень даже неплохо за такую стоимость. Насколько я мониторила цены, то есть покупка машины Мазды 2008 года очень неплохая покупка. Для Австралии, ну, если так сравнивать, да, то местные австралийцы какого года купила? 2008, говорит, а такие машины еще ездят? Ну, то есть, знаете, какие-то развалюха на дороге. Для них, если покупать машину, нужно хотя бы 2016-2017 года бушную. Но дороги тут отличные, я говорю, для меня важно, чтобы у машины были колеса и крыша. Расскажу, как я искала свою машину. Это, наверное, было самое сложное, потому что мне нужно было влезть вот в определенный бюджет. Есть специальный сайт CarSales, есть GAM3 и есть Facebook Market. На CarSales эти же машины стоят дороже по непонятной мне причине. Facebook Market и GAM3 там намного дешевле. Но на Facebook Market было, вероятно, встретить машину не у дилера, не у перекупщика, а именно у владельца, что я ее и купила. Если бы я эту машину покупала, например, у дилера, она бы стоила около десятки. То есть 9-10 тысяч. У перекупщика, ну, в районе 8-8,5 тысяч. Я ее купила за очень-таки хорошую стоимость. Два месяца поиска машины. То есть я сначала не знала, какую машину я хотела. Мы сначала ездили по всем этим гилерским, так сказать, ярдам, где представлены машины, смотрели. Я сначала поняла, какую все-таки машину по размеру я хочу. И тогда я остановилась на Мазде. Все-таки я хотела больше, может, даже двойку, она чуть меньше, но попалась потом тройка. Рассказываю, в чем отличия и какие машины мне попадались. До сих пор помню, я приехала на, это был как вот у дилер, дилерский такой дворик. Это была Мазда шестерка, белого цвета, по-моему, 11-го или 12-го года и стоила на 6,5 тысяч долларов. Приезжаем, машина в идеальном состоянии. Просто, как будто с конвейера. Мы в нее садимся, едем, проехали кружок. Я приезжаю, я говорю, все, беру. И она, ну, то есть состояние идеальное, салон идеальный. Машина просто куколка, без аварий, без ничего. Пока, получается, мы ездили кружочек, дилеру позвонили и ее купили. Я говорю, как? То есть там 10-15 минут, то есть мы взяли. Говорит, ну вы же залог не дали. То есть пока мы там поездили, уже, говорит, ну кто-то там, Сиднее. Говорит, таких случаев очень много. То есть тут купить дешевле, там перепродать, скорее всего, такой же самый, какой это был или дилер, или перекупщик. Очень часто, говорит, покупают машины, даже просто не глядя. Потом еще были очень часто, как мы понимали, это дилеры. Приезжаешь на место, открывает, скорее всего, это была девушка, в моем случае это всегда были девушки. Не говорящие на английском вообще. Привет, пока. Они вот так вот дают ключи, идите смотрите. Я ничего не знаю ни про машины, ни про книги резистрации, ни про обслуживание машины, ни про аварии, ничего не знаю. И в моем случае это всегда были, то есть внешне очень хорошо выглядящие машины, но внутри, вот честно, торпеда, да, вот эта вот там, где часть, вот торпеда, там царапины, большие царапины. То есть в объявлении этого не было. В машине, одна машина, до сих пор помню, в ней был очень резкий запах сигар, каких-то сигарет, знаете, вот полностью прокурено насквозь. Я говорю, боже, это же, наверное, даже этот запах, мне как не курящий, будет слышно все это время. Они не чистые, они даже, знаете, вот это вот зеркало, когда вот это вот сидишь, да, и зеркало поворачиваешь. Там я обнаружила засохшие козявки. Это просто, это, ну, я говорю, вы могли бы хотя бы машину помыть перед клиентами, но это были как перекупщики. Такое впечатление, что, знаете, вот им загоняют машину. Мы начинаем что-то у девушки спрашивать, которая приносила ключи, она говорит, я не знаю, вот звоните с тем, с кем вы договаривались. Он просто утром приехал, поставил мне машину. И вот мы с каким-то мужиком должны по телефону обсуждать машину, покупку. Честно, мне так не хотелось покупать. Во-первых, машины были с очень завышенными ценами, они недостоверные были. Фотографии, я же говорю, то есть салон был убитый. Такое впечатление, что даже, вот, например, верхушку сфоткали машиной, а салон где-то, может, взяли фотографии с интернета, ну, с какой-то другой машины, этой же модели нашли. Это очень сильно отличалось. За руль, честно, было противно браться, потому что он весь был полностью поцарапан в каких-то сальных вот этих вот следах. Фу, честно, ну, вот, знаете, просто машины в каких-то нерях. Помню, тоже приехала, это была Mazda 2, не помню, год выпуска, зелененькая такая небольшая. Был указан адрес, ну, окей, в GPS вбивается, едем, приезжаем. Какой-то склад, знаете, старых машин, какая-то база. Я говорю, сейчас тут нас расчленят на органы. Я говорю, мне там было даже страшно находиться. Не весело, выходят люди, тоже очень плохо говорящие на английском, какие-то грязные, ну, ладно, там какие-то, потому что автомеханики, но чересчур грязные. Видишь, они были вот в этих вот прям вагончиках и жили. Показывают, где стоит Mazda, а она, знаете, вот на картинке, она однотонная, а в жизни, получается, машина после аварии, и они вставили другие запчасти и покрасили другой краской. То есть это такой patchwork. Мы говорим, блин, ребята, чего же вы не взяли, то есть, например, фотографию оригинала, да, то есть салон был явно, машина была после аварии, грязная, сидение покоцанное. Я говорю, боже, за эту машину даже не больше 500 долларов можно платить, а не как было указывано у них объявление 5000. Я говорю, почему у вас, ну, то есть даже чисто внешняя машина другая, то есть даже кузов основной, он зеленый такой, знаете, вот с перламутром, чуть-чуть совсем. А покрасили бампер, и, по-моему, одна дверь где-то была зеленая матовая краска, знаете, как заборы вот красят вот такой вот краской. Я говорю, не-не-не, то есть эта машина не больше 500 долларов. Кстати, можно тут машину очень легко купить и за 300 долларов, и за 500 долларов, и за 1000 долларов. На ней, например, будет там 300 тысяч километров, 400 тысяч километров. Это может быть механика, но если вы знаете, как это все ремонтировать, дороги хорошие, зим как таковых тут нет, ям таких больших нет, переживать можно не переживать, да, за качество машины. То есть год-два она вам точно отслужит, почему нет? У меня одногруппник, он купил, по-моему, за 600 долларов машину. Не помню марку, не помню год, не помню вот, но он, говорит, купил, это его первая машина, говорит, я на ней отлично ездил и езжу сейчас. И, говорит, у меня дядя разбирается во всех этих тонкостях, говорит, он спокойно может мне ее починить, то есть он где-то там заказывает детали, тут ремонтирует сам себе, да, и машина у него очень даже, ну, говорит, на ходу нормально ездит. Просто я с механика не очень, мне бы девочке легче автомат, но если вы мужчина, вы знаете, как ездить на механике, то, пожалуйста, то есть тысяча-две тысячи можно купить, ну, колеса, машина, ну, то есть она нормальная, машина будет ездить вам не один год, потом уже можете насобирать уже за 5-10 тысяч. С этим всем безобразием, что сейчас творится, государство Австралии начало выдавать в прошлом году, как поддержка, 10 тысяч долларов с счетов людей пенсионного фонда. С своего счета люди могли брать 10 тысяч долларов на какие-то свои нужды, и люди решили все дружно купить себе за 10 тысяч машины, и в связи с этим все дилеры подняли стоимость машины. И сейчас я тоже знаю, что, например, более-менее купить машину это в районе 10 тысяч, новая машина, вот Kia Rio, по-моему, 16 можно купить. Плюсы покупки машины у дилера вам дают, в некоторых местах, нам говорили, 3-6 год, 2 года гарантии на машину, то есть если что-то в ней сломается, они вам ее поремонтируют. Но тут тоже нужно уточнять, что входит в этот ремонт. Минус у покупки машины у хозяев. Дилеры рассказывали, что очень часто, например, какие-то можно встретить тряпки в моторе, какие-то воду куда-то заливают, куда не нужно заливать, какие-то сами, то есть начинаются самоделки, на которые не разбираются вообще, откроют YouTube, начнут как-то чинить ее, и потом быстренько решают ее продать. У меня была идея пригласить на осмотр личного какого-то, например, механика, да, и чтобы он подтвердил состояние хорошей машины. На все это не было времени, потому что хорошие машины продавались очень быстро, и, например, у них, у хозяева назначали на один день, там, 5-6 покупателей. Если ты, например, в этот день не покупал, то следующий вполне, то чтобы покупатель через час мог вполне эту машину сразу же и забрать. То есть нужно было на каждую встречу ездить со своим механиком, чтобы было очень дорого. Покупка машины проходила очень быстро, то есть я перевела мужчине деньги на счет, он мне выдает такую вот бумажку, он говорит, машина ваша? Я говорю, как ваша? Я говорю, ну едьте вот в транспорт-департмент, это по-нашему, наверное, ГАИ, и переоформляйте на себя. И от этой суммы будет зависеть стоимость оформления на вас, мне это стоило оформить машину в районе 200-250 долларов оформления. Плюс нужно было регистрацию и страховку. Страховка на тот момент, я знала, что ездить много не буду, я взяла в Улверсе, в страховой, у них ограничение 10 тысяч километров, что вы приедете за год не больше 10 тысяч километров, в районе 400 долларов на год мне обошлась страховка. И регистрация стоит, в зависимости от класса машины, тут обязательная регистрация идет на машины, это идет налог, по-моему, на дороги. Регистрация на год моей машины 70-20 долларов, мне кажется так, то есть разные классы машины будут платить разную стоимость регистрации, но она идет обязательно, то есть если вы не платите и вас ловят без регистрации, то вы платите потом намного больше штрафа. Приезжаю я в транспорт-департмент, со всеми этими документиками, меня попросили документы мои, это буквально мне стоило, то есть 5 минут, машина ваша, машина все оформлена, настолько быстро, настолько легко. Я даже, я говорю, точно моя. Я даже переспрашивала несколько раз, я говорю, да, один листочек, так легко. На всех просмотров машинам тоже легко приезжали, он говорит, вот ключи едьте, мы такие, как это едьте, ну то есть вам может паспорт оставить в залог, может ключи от нашей машины оставить в залог, да, на который я приехала. Не-не, едьте, вот берите машину, едьте. Ну отлично. Ребят, расскажите, насколько удивил или порадовал метод покупки машины и легкости, может заработать на нее или тяжело заработать на нее в Австралии. Расскажите, как тяжело купить машину, например, в вашей стране, возможно ли это, или машина является очень дорогим удовольствием, или у вас может, например, очень хорошо ходить транспорт, вы можете жить без машины, легко без нее обходиться, или вы, например, не можете жить без машины, так как это здесь, в Австралии. Спасибо, что вы были сегодня со мной, если вам понравилось это видео, ставьте лайк этому видео, и до новых встреч, пока-пока.